В настоящий момент в Тельновском районе Республики продолжает целенаправленный обстрел населенно-пута Николаевка со стороны вооруженной силы Украины. Украинские террористы ведут огонь по трансформаторной подстанции из крупнокалиберного стрелкового вооружения и боевых машин пехоты БМПН-2 с целью не допустить на место ремонтные бригады. Без света остаются жилые дома по улице Садовы, Николаевки. Обстрел продолжается. За прошедшие сутки зафиксировано 48 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины. На Донецком направлении противник применил минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам 9 населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Васильевка, Минеральная, Яковлевка, Спартак, Докучаевск, Петровскому и Кировским районам города Донецка было выпущено. 21 мина калибром 120 мм и 75 мин калибром 82 мм. К тому же сегодня утром вооруженные силы Украины в очередной раз подвели минометного обстрела на собственную станцию Южно-Добаска водовода на селе Пута Васильевка. По территории станции было выпущено 3 мины калибром 82 мм. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и АГС. На Мариупольском направлении противник применил 28 артиллерий снарядов калибром 122 мм, 24 мины калибром 120 мм и 96 мин калибром 82 мм. Также применял вооружение БМП, гранатометы и стрелкового оружия по прилегающим районам населенных пунктов Ленинска, Коминтерного, Сосновская, Саханка, Октябрь и Куликово. В результате обстрела со стороны подразделений вооруженных сил Украины повреждения получили два домостроения в населенном пути Коминтерного по адресам улица Ватутина 1 и улица Кирова 88. По данным нашей разведки, противник продолжает наращивать группировку вблизи линии соприкосновения. Так, в районе населенного Пута Волноваха, 17 км от линии соприкосновения, отмечено прибытие танков 4 единицы, САУ «Гвоздика» 3 единицы, в районе населенного Новотроицка 1 км до линии МТ-12 Рапира 4 единицы. По имеющейся у нас информации, в подчиненном военному преступнику Дилетицкому 36 отдельной бригады морской пехоты прибыла проверка военной прокуратуры и военной службы правопорядка для расследования случая суицида матроса Белецкого, покончивая с жизнью самоубийством 2 сентября этого года. В ходе разбирательства было установлено, что военнослужащий якобы занял большую сумму денег у своих командиров и не имел возможности рассчитаться с долгами. То есть командиры подразделений пытаются прикрыть свои поборы денег у подчиненных. Белецкий дважды предпринимал попытки дезертировать, его возвращали и били, а факты побегов тщательно скрывали. И военнослужащий продолжал служить, испытывая на себе невыносимое давление и систематическое унижение со стороны командиров. В предсмертной записке матрос написал лишь три слова «Простите, больше не могу». В ходе проверки было выявлено шокирующее количество военнослужащих, употребляющих наркотики. Также были зафиксированы многочисленные следы побоев у личного состава бригады. Регулярные драки, пьяный дебош и наркомания стали визитной карточкой якобы элитного подразделения. Вот оно истинное лицо защитников Украины. Продолжение следует...